Живешь ты дорого-богато А тебе нравятся женщины-мужчины? Мужчины женщины не нравятся Они тебя не побьют, Аленка? Ну вот Хотят, да? Хотят уже Вообще всегда нравились мне брюнеты На последнее время что-то меня на блондинов потянуло У тебя дома скандал не будет? Светлана тут жжет Неужели никогда не проигрывала? У нас женщин, да, иногда вообще не поймешь У меня нет соперниц Есть у меня там пистолетик в сумочке Почему? Такой как Кравец дарит дорогие подарки? Кравец молодец Дают хорошо, но один раз Знает кому Здравствуйте, прелестники и прелестницы С вами я, ваш психолог Светлана Прель А передача будет Соленый Кравец Соленушка Кравец Соленушкой Кравец Как в сказке Да, да ты сама такая лебедушка сказочная Аленке Цветочек Ну не прекрати глазки строить всем подряд На меня смотри, я ревную Слушай, Аленка, вот смотри Ты открыто рассказываешь о том, что живешь, ты дорого-богато Эта тема волнует почему-то больше всего Нормальное кино Тебя удивляет, почему, ты сама психолог, почему в стране, где живут за гранью нищеты, волнует эта тема Вот смотри Не, не удивляет, я просто знаю, что это давно, почему-то эта тема прям очень волнует Очень, потому что очень, очень большая разница, да, между тем, как живет простой народ, живет простой народ, да, и между тем, вот то, что ты открыто демонстрируешь, так, на показ И при этом ты как бы между строк говоришь Да, дорогая учительница из Жопинска, ты, да, работаешь, не покладая рукой, но радуйся, что я интересная Да, Светлана, эти учителя почему-то, да, как ты говоришь, из Жопинска, вот, и вообще не только оттуда Они все подписаны на меня, почему-то Причем я уделяю, знаешь, что даже учителя моей дочки, они заходят периодически, все смотрят Слушай, учителя, которые, у которых я училась Да там не только учителя и ученики заходят И ученики Заходят тех учителей Вот мне некоторые спрашивают, да, вот поклонники у меня какого возраста, я говорю, от 11 и до 80 Потому что хочется посмотреть хоть как-то на эту красивую жизнь, как она хотя бы выглядит в сторис у Алены Кравиц или на ее страничке Хотя бы хоть как-то посмотреть Один глазком Ну вот ты, не боишься, что ты дразнишь, дразнишь народ Знаешь, я стараюсь особо не дразнить, потому что, ну, я уже сталкивалась с разными тоже и осуждениями, и все Хотя, если честно, мне по большому счету все равно, но, знаешь, все равно вот лишний раз славливать вот этот негатив не хотелось бы Конечно Потому что я чувствую, что он с каждым годом все крепнет и крепнет этот негатив А потом он же на дочку твою перебрасывается, правильно? И поэтому я даже, наверное, 30-40% не показываю, как я живу, и слава богу Это мы только 30% Только 30% Я тебя вообще сейчас не доведен, Настя, хуже, чем учитель Слушай, а чего вы все вот эти вот рублевские девчонки, фифочки вот эти, чего у вас у всех, не знаю, школу какую-то заканчиваете одну Вы так разговариваете, так, а, я так узнала Дорогая моя, знаешь, я так разговаривала с ранних лет Серьезно? Да А, то есть получать это особая порода девчонок такая И ходила, и ходила, и походка у меня была не как у всех, даже надо мной, знаешь, там, некоторые такие, там, передразнивали дети, вообще же очень добрые Да, да, да На самом деле, я, мне ничего не нужно нигде было в этом плане учиться, наоборот, я сейчас свои МК устраиваю и учу молодых девушек, женщин Ну хорошо, значит, ты с детства вот так вот разговаривала Да, разговариваю А остальные что, тебя копируют, или как это, или вы особой породы? Нет, знаешь, может быть, нет, может быть, конечно, причем тут порода или не порода? Ну, видишь, у вас даже говор какой-то рублевский Говор у меня московский, я, кстати, москвичка Нет, москвички, москвички, они... На рублевке я с 99-го, с 2000-го года Ну, вы очень манер А вот ты можешь сказать, вот смотри, вот ты говоришь так, на рублевке я с 90-го года Ну, вот как-то так, а ты можешь вот сказать... На рублевке я... На рублевке я с 90-го года С 99-го года Ну, можешь, ее... Я могу вообще по-разному, я вчера на первом так зажгла, что там просто все воссадки были А что, кстати, на первом, что случилось? Что ты наехала на этих мускулинных женщин? А тебе нравятся женщины-мужчины? Мне вам тебе женщины не нравятся Я мужчин люблю Слушай, ну нет... Ну, что-то ты, типа, как-то много вкусила Нет, я эстетка, да, я вся за красотой Я считаю, что не только мужчины должны быть красивыми, а женщины тем более Вот, и поэтому... А мужчины тоже должны быть красивыми? Конечно, конечно, не только умными, а еще должны быть интересными и красивыми А интересно... А ты считаешь, что не нужно быть красивыми? Нет, мне сейчас интересно, как ты, вот, правда, устроена, как ты думаешь, как ты... Мироощущений, мироподвижения... Нет, ну я считаю, что мужчина тоже должен быть привлекательным, конечно Ну, в твоем понимании... То есть для меня привлекательный мужчина, это такой гориллоподобный, такой волосокий... Такой вот... Вот это мужчина... Ну, я сама женщина крупная, ну куда же я... Мужланы мне не нравятся... Нет, не мужланы... А какие? Не мужланы... Внешне вот такие вот, прям, знаешь, он первобытный такой... Волосатый, что ли? Ну, мужчина, да, обязательно волосатый Вот в моем понимании красоты Такая, знаешь, первобытная дикость на меня... А сегодня маловолос? Ну, интеллект... Нет, ну, маловолос у меня как-то вот... Какой-то латентный педик как будто, не могу Ну, правда, не знаю... Ну, опять же, у всех свое понятие красоты, да, это поступки, это вот мужик сказал, мужик сделал, вот понимаешь, для меня вот эта вот красота мужская И обязательно интеллект и ум Ум и интеллект это на первом месте у мужчины, потому что... А для тебя красота какая? Вот опиши, красивый ты какой? Красивый? Да Вообще всегда нравились мне брюнетты Так... На последнее время что-то меня на блондинов потянуло Че это... Не знаю... Не знаю... Старею, наверное... На блондинов реально потянуло... Да... А раньше... А раньше всегда нравились прям такие брутальные брюнетты... Ну, как муж... Видела моего мужа? Такие мне нравились... Ну, так извини меня... Ну, то, что я описала... Ну, то, что я описала... У него очень хорошее образование, он такой прям интеллектуал-интеллектуал... Ну, я тебе про утонченность внешнюю говорю, а ты говоришь уже про то, как вот он разбирается в поэзии, в искусстве... Это уже другая направленность... Если у него выбор пал на меня, он уже утонченный, понимаешь? Он бы не мог бы жить, как он мне говорил, там, с женщиной каких-то других кровей, другого поведения, другой внешности... Ну, подожди... Ну, тебя просто поменялся, сейчас блондинов любишь, а замужем с Брюна... Сейчас да. А он до сих пор меня любит... А он до сих пор тебя любит. Ну, ничего, поживет-поживет... Полюбит-полюбит... Хоп! И вдруг ему какая-нибудь дородная женщина понравится. Она его возьмет к себе нахрать... И пригреет... И пригреет. Да, скажет, как его зовут-то? Как его зовут-то? Не будем его имя упоминать... И скажет, иди мой... Безымянный... Алёна, сосед, ты что-то тебя изматала, а я тебя приголублю. У вас есть воды попить? Легко. Алёнушка, а всё-таки, вот посмотри, если говорить серьёзно или, не знаю, несерьёзно, вот ты замужем, и ты так легко, свободно говоришь о том, что, а мне что-то блондины вообще-то нравится. У тебя дома скандала не будет? Как это нормально воспринимается? Нет, ну, начнем с того, что я сейчас ушла от мужа. Опять ушла? Опять ушла, да, и опустилась в свободное плавание, и моя свободная личная жизнь меня вполне устраивает. Ну, ты выходила замуж за одного и того же человека дважды? Дважды. Дважды. Вот смотри, вот первый, вот это твой супруг, и который второй, два раза, и два раза удачно, я так понимаю, но вот первый твой супруг, да, он осмелился поднять руку, ну, такую красотку невероятную. Ну, вот поэтому и ушла второй раз. Ты ушла, и как потом можно было за этого тирана, да, ты же помнишь, что вот такая агрессия от него может быть, выйти второй раз замуж? Хотя я смотрела передачу, вот давай поженимся, тебе помог Гузеева говорит, вы что, второй раз замуж за него не выйдете? А ты говоришь, вы что, я что, ненормальный второй раз за одного и того же мужчину? Видишь, не зарекается, да? Ну, нас, женщин, да, иногда вообще не поймешь, чем мы руководствуемся. Ну, наверное, если мы столько времени вообще вместе были, наверное, нас очень многие вещи связывают. А как он нашел? Гораздо больше вещей связывает, чем обычных людей, которые вот живут обычной, простой жизнью. Я не буду дальше продолжать. А я правильно понимаю, ты говоришь, обычные люди необычные, то есть ты все-таки относишь себя к супругам, к классу людей необычных, это какое-то высшее общество, да, высшая каста. Ну, я думаю, что умные люди, они понимают, о чем я говорю, что одно дело просто Маша с Петей, которые живут в коммуналке, они там или в обычной квартире разбежались и все. А когда люди на протяжении многих лет вместе живут, там не просто дом, квартира, там может быть целая империя. Да, да. Просто что-то это озвучивается, а что-то и нет. Ну, да, я понимаю. Для меня сейчас я выбрала, я больше занимаюсь своей карьерой, своим творчеством, вот, запустила сейчас свою линию одежды. Осенью у меня будет показ, приглашаю обязательно. Спасибо, Алиска. Вот, делаю, так как я занималась парфюмерией уже, ну, очень много лет, плюс еще прошлым летом я ездила в ГРАС, 3-4 месяца там обучалась, вот, и сейчас уже сделала несколько своих ароматов, ароматов именных. Доделываем небольшие моменты с флаконами, у нас оказалась это большая проблема на самом деле в России, вот, все парфюмеры. Все под одну гребенку делают флакон, а мне же хочется, наоборот, что-то необычное. И как дизайнер я все-таки это вижу, какой у меня он флакон, вот, и сейчас просто кое-какие моменты мы добавляем и осенью презентую. Ну, это духи, твоя коллекция, это все для высшей касты, я правильно понимаю? Простая Маша и Петя, они смогут, наверное, только в сторис посмотреть. Я высшей касты, учитывая, что мое платье, мои подруги-олигархини, которые там в Дубае, в Америке, они заказывают, то есть дорогие вещи, дорогие материалы. Но в любом случае, так как я все-таки уважаю своих многочисленных поклонниц, вот, для сегмента, так скажем, попроще тоже будет и совершенно не хуже, поверьте, чем платье, там, грубо говоря, там, за 200 тысяч рублей. И будет чуть дешевле, но материалы тоже очень хорошие. За сколько? Потому что я по-другому не могу. Я же себе уже только за сколько? За сколько? Ну, договоримся с тобой, за сколько? Ну, ладно. Тебе подарю бесплатно. О, отлично. Хорошо, что все закончилось. На презентацию парфюма тоже приглашу. Спасибо, спасибо, Аленушка. Слушай, ну, давай вернемся к этой вот скандальной истории. Значит, ты выкладываешь в Инстаграм, да, или куда ты выкладываешь? Телеграм. Я пока не могу это ничего озвучивать, потому что у меня эксклюзив с Первым каналом. А, окей, тогда смотрите. Я же не знаю, когда вы это выпустите, передача. То есть передача может на Первом, а может через неделю. Тогда мы сделаем так. Если где-то что-то... Тогда мы сделаем просто так. Я тебя спрошу конкретно, как ты относишься к женщинам, которые занимаются бодибилдингом. Да, вот эту вот тему. Да, вот они такие... У них такие мускулы, как у мужиков. У них голос такой мужской. Голос это вообще отдельно. Они гормоны принимают. Это все на самом деле... Я вчера насмотрелась. Я при чем, при чем я когда писала... Да, задай мне вопрос, чтобы было понятно, да? Ну, понятен этот вопрос. Почему ты решила, как тебе сказать... Ты сама же психолог по образованию. А психологи... И я психолог, да? Здравствуй, коллега. Коллега, да. Просто у нас принято принимать всех такими, какие они есть. Не осуждать, да? А принимать. Это твой выбор, да? Ты хочешь? Хочешь хоть волосы зеленым цветом выкрасить? Хорошо, дорогая. Такой вопрос. Хочешь мышцы нарастить? Вот я с тобой не согласна. Во-первых, я не осуждала. Если учитывать, что я больше полутора лет являюсь клумнистом и пишу авторские свои колонки для разных абсолютно изданий, таких вот как бы тоже известных. Я написала колонку, то есть мое мнение об этой женщине. А началось все очень просто. То есть поклонник. У меня есть очень хорошие поклонники, есть, как я говорю, антипоклонники. А может быть, просто они таким способом хотят привлечь мое внимание к себе. И вот один ярый поклонник постоянно мне присылал девушек-качков. То есть действительно там мышцы неимоверных размеров. А зачем он тебе присылал? Ноги, вот такие вот руки. А сейчас расскажу. То есть он говорил, да, ты красотка, там он там обомлит от меня. Все, но ты очень худая. И женщина настоящая должна качаться и иметь вот такие мышцы. Причем это много раз. Я думаю, опа, прям тема хорошая для моей авторской колонки. А потом на самом деле. То есть мне никогда не нравились накаченные сильные женщины. Я занимаюсь спортом. Я занимаюсь горными лыжами, уже 17-й год в этом году будет. Да, я занимаюсь большим теннисом. Танцы, хореография, все. Это гимнастика. Это женщина приемлема. Это абсолютно приемлема. Да, я дочку с измольства к этому тоже приучала. То есть все это в моей жизни постоянно присутствует. Все это есть и по сей день. То есть стрейчинг, растяжки, хореография. А есть другие женщины. А есть другие, да, женщины. И опять же, сейчас повальное вот это все равно увлечение бодибилдингом. То есть женщины вот настолько уже стали какие-то более мужественные, что ли. И потом они не понимают, почему у них не складывается личная жизнь. Почему, как они говорят, мужчины обмельчали. Но им осталось, по большому счету, извини меня, только отрастить остальные яйца и все. И уже мужчина просто. А как ты думаешь, почему женщина вынуждена брать на себя эти функции мужские и непозволительно ей быть женственной и хрупкой? Может, потому что нет того самого плеча, да, за которым можно спрятаться. И она вынуждена становиться вот такой вот уже подобной. Мне кажется, все равно все это идет из детства. Безусловно. И те женщины, которые... Ты же психолог, понимаешь? Это такая защита. И те женщины, которые пытаются... Они думают, что они сейчас накачают, они станут от этого сильнее. То есть их никто не сможет обидеть. Но я считаю, что все-таки сила женщины, она в нас внутри. То есть вы не смотрите, что я там такая худенькая, хрупкая. Нет, характер у тебя добился. Внутри как бы там нормально все. Несгибаемый просто стержень, который можно гнуть и вообще никогда не сгибать. Я более чем уверена, что насилие, которое ты позволяла, я специально это подчеркиваю слово, позволяла над собой совершать своему супругу. Вот ты из тех женщин, которые можешь сама волей-неволей спровоцировать и сама позволит. Ты можешь это терпеть, а можешь это не терпеть. Потому что настоящий тиран, вот если бы он был действительно таким вот тираном, ты вот правда не сидела бы в этом кресле, ты бы на эту тему не хихикала. Для тебя это не боль. Потому что ты такая вот королева. Понимаешь? Я хочу поиграть в эту игру. Я просто по своей сути, наверное, да. Я соглашусь, я, наверное, провокатор. Да. Есть во мне такое. А женщин вот дразнить, например, ты заходишь в какое-то общество и понимаешь, что тебе достаточно нескольких томных взглядов, и мужчин уже пускают слюну. При этом ты прекрасно понимаешь, что его спутница, все это наблюдая, ужасно дергается. И глаз даже у него нервный. Подергивается. Уже открывается и закрывается через раз. Тебе нравится вот это вот состояние повелевания? Знаешь, может быть, когда мне было там 19-20 лет, такая еще была юная модель, которая шагала по подиуму, вот мне это ощущение и нравилось. Но, знаешь, со временем, то есть я настолько уже к этому, к вниманию, ко всему остальному. А у меня это так привычно. Я реально, я настолько это привыкла уже. Да, я знаю, что я приду, и я буду победительницей. И без разницы, какого там возраста моя соперница, якобы соперница, на что я считаю, что у меня нет соперницы. Потому что, когда у женщины помимо внешности есть еще содержание, интеллект, харизма женская, женский магнетизм, то... Алена, неужели никогда не проигрывала, я условно говорю? Нет, никогда. То есть не было такой ситуации, когда ты приходила и выбирали не тебя. Нет, никогда не было. Слушай, а если для тебя это так важно, потому что мы об этом говорим... Нет, для меня это вообще... В том-то и дело, что для меня это вообще не важно. Такого никогда не было, поэтому ты не понимаешь, если такой удар будет, как ты будешь себя ощущать. А дело в том, что... Потому что этого не испытываешь. Я не знаю, наверное, это какое-то будет небольшое откровение. Я совершенно не влюбчивый человек. Это моя беда. Я все пропускаю через... Это твоя защита, поверь мне. Я все пропускаю через свой мозг. Вот я единственный раз влюбилась очень давно в своего мужа, и то он не сразу влюбился. С его стороны, да, это была любовь с первого взгляда. А с моей стороны, да, то есть ему понадобилось какое-то время, чтобы действительно вот я по-настоящему полюбила его. Полюбила за многие его вещи, потому что он действительно очень сильный личный, сильный человек. Вот. У него была жесткая конкуренция, но он всех просто отоденил вообще в сторону. А какими методами? Физически устраивали? Нет, нет, не физическими, а именно вот своей любовью, своей заботой. И я, ну не знаю, я как-то поняла, что, наверное, на тот момент я поняла, что это моя судьба, наверное. А сейчас что ты от сильного убежала? Потому что сама стала сильной. Еще сильней? Тогда я была не очень сильной. Тогда я была просто... Ну подожди, сильным. ...юнная дева. Сильным мужчиной, женщина, она как-то успокаивается и становится слабой. Вот такая лебедушка. Какой у тебя образ? Я понимаю, что это образ, неожиданная девушка. Я понимаю, что мне мало просто быть женой. Я это довольно-таки тоже рано поняла. Просто так, как я всегда все-таки за семейственность была, за семью, пыталась все это как-то вот сохранить, влиться во все это. Ну то же самое, понимаешь, что женщины тоже разные. Кому-то достаточно просто, чтобы у них была семья, дом, очаг. А я не из той категории женщин. Ну да. Я в какой-то степени, наверное, карьеристка все-таки. Мне нравится. И вообще ты такая сама по себе, правильно? Да, я кошка сама по себе. Как ты думаешь? Вот смотри. Я совершенно не страдаю, как вот некоторые, ой, там, одиночество, еще что-то. Боже мой. Для меня счастье иногда просто побыть и найти вот это вот одиночество. Потому что я никогда не бываю, во-первых, одна. А во-вторых, я наоборот нахожу моменты, именно когда мне нужно побыть одной, все обдумать, сосредоточиться, наметить план действий и действовать. Скажи, вот многие девчонки сдаются такой вот, сдают себе вопрос, не могут понять, почему такой, как Кравец, дарит дорогие подарки, а у них вроде тоже все симпатично. Ну, у нас, правда, много красивых девчонок и молодых, и красивых. И мужчины у нас с этим разбалованы, кстати. Да. Вот почему Кравец этой дарит замки и машины дорогие, а мне не дарит? А потому что надо везти соответствующего. Вот как, ну вот как. А это приходите на мой мастер-класс, какая хитренькая. Я тебе не расскажу всех секретов. Да я сама знаю, ты мне просто расскажи, девчонка, просто хотя бы тезисно, потому что все равно, да, что пришли на твой мастер-класс, хотя бы пару пунктов. Во-первых, подарки никогда не нужно выпрашивать. Можно там, может быть, если мужчина не дурак, и он неравнодушен к вам, то можно, может быть, так мягко как-то намекнуть ему. Подвести. А что значит намекнуть? А где вот это, я выпрашиваю или намекаю? Вот, например, я мужчина. Ей хочется девочке машину, есть у нее уже машина, ей хочется поменять машину. Я Петя. Мужчины, они что, они зрительные, как бы, ну, глаза. Визуалы. Визуалы, да, визуалы. Сидите, пьете, главное, чтобы обстановка была расслабленная. Ужин. Ужин. Ужин, расслабились. Он налупился. Напитки, ужин. Он налупился, выпил. Нет, не надо как раз налупиться, он просто заснет. Прямо в ресторане? Ну, не знаю. Ну, ладно, я говорю про... Вы пойдете в такой ресторан, делаете вот такие вот там порции по бешеной цене. Там не налупишься, ладно. Какие-то там вот, нет, просто, может быть, это будет не в ресторане, а может быть, это будет дома, или, я не знаю, там где, журнальчики какие-то, да. Вот, им надо все показывать. Смотри, какая хорошая машинка. Ой, а ты бы хотела такую. А, ты ему, а ты бы хотела такую. Да, да, да. А потом давай, а мне. А, это уже надо уметь, как сказать, чтобы подвести. Как ты, как ты? Нет, не могу, у меня там уже свои есть секреты, я не могу. Да ладно, тебе уже столько машин, поделись хотя бы, пусть девчонкам подарят другим. Да я сама все машины покупаю, мне уже не надо, чтобы... Ну, тебе дарили же машины, замки дарили. Ну, дарили, конечно. У меня, кстати, моя первая машина была Ягуар. Последняя модель, и на ней я училась водить. Помнишь фильм такой был? На ней я училась водить. Да? Я тебя научилась. Все эти зеркала подшибала, пока научилась. Нет, ты мне про это не рассказывай. Ты мне вот про что. Когда сидит, помнишь фильм такой был? Она говорит своей дочке, дочку учись упражнение стрельба глазами. Помнишь этого? Туда, туда, туда. Туда сильно. Ну, вот хоть парочку... Еще мужчины иногда могут ни до чего сами не додуматься. Их надо мягко, мягко подводить. Иначе можно ждать и не дождаться. Как подводить? Но, опять же, нельзя выпрашивать. То есть, иначе ты будешь выглядеть как попрошайка. Одно дело, конечно, если там у тебя это муж уже там с ним, уже там живете, уже там все. Живете и живете. И вдруг я не знаю. И уже все, и уже все. Да, это разные ситуации. Если там уже муж... То есть, у мужа уже без полез. Уже все, все мило. Едем, да, покупать машину или там, не знаю, шубу. Шуба у меня продырявилась. Пора новую менять. У тебя продырявилась. У меня это девочке говорю. Так, вот смотри, я Петя. Вот я люблю конкретику. Хоть одну методику от Алены Кравец. Не дождешься от меня конкретики. Почему? А как люди поверят, что... Потому что... Нифига себе, надо идти на мастер-класс. Ну, в Ходжи приходят. Я там уже такая вот, ветивата задумчивая. Вот и весь секрет. И мужику ветивата задумчивая. Мозги вот это спрашиваю. У них мозги от меня просто дыбом становятся. Да я думаю, не только мозги там дыбом становятся от тебя. Ой, ну жарко, и сил нет у вас тут. Да не говори, я вообще женщина жаркая. А это моя метода. Да, ну да, я поняла. Я их вжар, а ты их вздыбливаешь. Надо объединяться и устраивать мастер-класс. Точно, точно. Аленка, слушай. В общем, короче говоря, ты этим женщинам прям вот смело и сказала. Тетки вы мускулины, что же вы делаете? Дур вы дура. Слушай, они так завелись на это просто. Они тебя не побьют, Аленка? Ну вот. Хотят, да? Хотят уже. Натянуть тебе глаз на одно место. Какие вещи. У тебя есть глаз тебе на одно место? Такие вещи мне пишут. Какие бесспорицы. Угрожают вообще. Ну это же не женственно. Глаз, ужас. А ты глаз. Фу, грубиянки какие-то. Не просто грубиянки. Я считаю, это хабалки просто невоспитанные. Вот ты так говоришь, что тебе хабалки. Да, да. Игра, игра. Какие-то хабалки. Слушай, Аленка, вот не дай бог, конечно, такую красоту попортят. А вот, представь, ты вышла как-то. Поэтому и хожу с охраной. И телохранитель пошел там в туалет. Да. До ветру. А он у меня сейчас выходит. Выходит, бодибил, держит. Говорит, а-а-а. А что ты будешь делать? Ты драться-то потюнеешь. У меня там сейчас память на телефоне уже застрянет. Хочу, хватит снимать. Потом. Наталья, он и сейчас разговаривает со своим телохранителем. Причем у тебя, видишь, имена и телохранители, и водители, и мужей, и все, Руслан. Чтобы не путалось. Ну правильно. А то действительно. В показаниях. В показаниях точно. Вот смотри, и она такая, ага, привет. А ты такая, стоишь такая вся нежная, лебедушка. А ты думаешь, я всегда прям нежная, да? Я нежная, да. Ты думаешь, я всегда, нет, я нежная. Ну и что делать-то будешь? Как защищаться? Я же волнуюсь за тебя. Есть у меня там пистолетик в сумочке. Да ладно. И умеешь прям вот, да? Умею прям стрелять. А вот в глаза будешь смотреть и прям вот выстрелишь. Руга не дрогнет. А было такое? Нет. Чего? То есть это все фантазии? Не было. Слава богу, дай бог, не будет. Кстати, у тебя очень красивое платье вообще. Спасибо большое. Я тебе говорю, как дизайнер. Я забыла, какой бы партнер мне предоставил это платье. Так, давай поговорим про это. Позовай мне вопросы про песни, про пение. Кстати, вот я песню посвятила Юлии Началовой. Да, смотри. Кто называет тебя певицей, я всех прошу спеть. Споешь? Здесь я сейчас петь не буду, потому что, видишь, у меня голос осипший после вчерашнего «Пусть говорят». Вот, а будет у меня в сентябре, в конце сентября будет концерт, кстати, вот, в Москве. В начале октября? В начале октября, в конце сентября, да, сейчас с датой уточняю, обязательно приглашу. Спасибо, Алина. Вот. Почему Юля... Платье, духи, концерт. Да, да. И все постепенно. А, и совместный мастер-класс. Постепенно все это делаю. Юлки-палки. Тебя приглашать, ну да, а я тебе... Много стану в жреце. ...четки подарю, а дефлюр. Такие нежные, спасибо. Ты думаешь, я без подарка тебя оставлю? Спасибо. Моя ты голуба. Ну и чего? Вот. Многие спрашивают, почему я песню посвятила Юлии Началовой. Видишь, многие спрашивают, а я не спросила. А сейчас спрашиваю, почему? Во-первых, мы с ней дружились. Да? Да, со школы дружились. Честное слово. Я знала очень, да, ее хорошо. Вот. У нас дочки практически с ней ровесница. Год разница. И случилось так, да, что когда я записывала эту песню, как раз-то узнала о ее смерти. И знаешь, я просто со слезами эту песню, в два дня ее записываю. На следующий день там еще и Бекис, я же сама же тоже и Бекис все со своим голосом прописываю. Я прям вот дала себе такой за рук. И не знаю, может, свыше мне это все пришло, что обязательно эту песню, эту песню посвящению будет памяти Юлечки Начала. Здорово. Вот. Алена, знаешь, что я заметила? Ты когда сейчас стала говорить про Юлию, ты совершенно перестала манерничать и кривляться. И такая сейчас была искренняя и настоящая, правда. В общем, песня, да, она именно посвящена ей. И знаешь, действительно, жизнь настолько коротка. И там в этой песне именно вот глубокий смысл, слова, да, что... А завтра может и не быть. А ты теряла близких людей? Да, теряла. Было уже такое в твоей жизни? Да. Я была очень близко, мне по духу, это моя бабушка. Надеюсь, мама моя не обидится, когда услышит интервью. И что она даже ближе именно по духу была, чем моя мама. Она меня воспитывала, она очень многое мне дала, очень умнейшая, мудрейшая женщина. А что говорила бабушка тебе, Аленке, вот, говорит, внученька, вот этих принципов обязательно придерживайся, вот это вот обязательно, что... Она была безумной, она безумно была честным и порядочным человеком. Вот я вот дожила до своих лет, и я действительно считаю себя честной и порядочной, потому что мне очень тяжело кого-либо обмануть, подвести. Хотя в шоу-бизнесе это и не ценится. Да, да, согласна. Какие правила ты внушаешь, какие постулаты? Есть такое, что... К сожалению, дочка моя сейчас не со мной, она с отцом. Но это же не мешает вам общаться или мешает? Нет, он манипулирует дочкой. Это жестоко, конечно. Это твоя боль, да? Да, это моя боль. Просто я так, как женщина, наверное, все-таки сильная, хотя лучше была бы слабой. Я стараюсь как-то тоже слишком во все это. Но я понимаю, что я действую. Может быть, некоторым покажется, многие спрашивают, мои поклонники, поклонницы, ой, а где дочка, где это? Я не отвечаю ни на что, потому что я делаю определенные действия со своими адвокатами, юристами. Я хочу эту ситуацию разрулить. Ну, просто со мной так нельзя. Со мной бесполезно манипулировать. Я очень человек упрямый. Я в год быка родилась. И я в год быка. Да? Серьезно. Ну вот. Надо же. Слушай, Аленка, а вот когда... Ведь он не первый раз... Ну, скажи, быками можно манипулировать? Нет. Нет? Вот смотри, если только мы не позволим это для чего-то, какая-то вторичная выгода. Слушай, а вот когда... Ведь не первый раз он манипулирует дочкой. Мне кажется, это самое жестокое, что может делать мужчина с женщиной. А когда вы встречаетесь после очередной манипуляции с дочкой, что вот ты ей такое говоришь, и что она тебе говорит? Ведь все равно же эта связь такая чувствуется, и это тоже болезненно для нее. Она безумно по мне скучает. Я просто общалась с гуверняней, которая с ней. Вот. И, конечно же... Просто с ней настолько всегда близки, с моей дочерью были. Именно, знаешь, я не просто там мать, там, мама, да, а именно вот всегда вот так... Я же близнецы по знаку, всегда выстраивала отношения с ребенком. Именно, прежде всего, я как друг, как подруга, как друг. Ну, надеюсь, у меня разрешится ситуация в ближайшем году. Я очень на твое сердце желаю, чтобы разрешилась эта ситуация. И почему еще тему затронула? Понятно, что она болезненная для тебя. Потому что, чтобы люди понимали, за всей вот этой вот роскошью и легкостью есть своя боль. Очень сильная. Есть поводы свои плакать и страдать. Конечно. И душа рвется. Просто даже те люди, которые завидуют и исходят завистью, потому что столько тоже завистливых сообщений, таких нехороших получая. Многие люди действительно, раз им я не показываю, как мне плохо, я никогда не буду показывать, как мне плохо, как мне там... Я могу там поплакать в подушку, но об этом никто не узнает, и все. Кстати, когда ты говорила про то, что супруг тебя избил, очень много злорадствовали и очень радовались, что он тебя избил. Вот как ты... Надо было добить еще. Да, да. Я не удивлюсь, понимаешь? Не испытывали к тебе сочувствия. Вот это тебя не пугает, что вот такая вот агрессия? Это же ужасно, на самом деле. Жестокость такая. Ну, потому что, да, наверное, скажет, так ей и надо, сучки, крашеные. Да, да, да. Да выпендривалась. Ты как-то стойко к этому относишься, юморком? Абсолютно. Это такая защита твоя, да? Не то, что защита, у меня просто характер. Я считаю, мое счастье – это мой характер. И он меня спасал всегда и спасает во все времена. Слушай, но все равно вот пройдет время, нравится нам это, не нравится. Понятно, что там ботокс на всех хватит, но я утрирую тогда. Я не колю ботокс, если бы я колю ботокс, я бы не могла бы эмоции. Ты видишь, у меня эмоции на лице. Нет, сейчас будет такое, что может эмоции сохраняется. А что это такое, кстати, расскажи мне, что-то нужна. Ой, это мой косметок, там какое-то название. Дело не в этом. Дело в том, что наступит тот момент времени, когда все равно время возьмет свое. И когда ты перестанешь быть такой куколкой привлекательной, вот ты задумывалась о том, как ты встретишь эту старость и как ты ее представляешь? Кстати, вот ты раз заговорила сейчас, да, вот о косметологии. Сейчас, слава богу, настолько косметология, медицина. Ушли вперед. Ушли вперед. Ты себя этим тешишь? Я не себя не то что тешу. Ну, во-первых, я занимаюсь биоэнергетическими практиками. Спасибо, спасибо, мальчик. Все равно придет время, когда этот возраст будет считываться. Нет, я понимаю, но все когда-то умрем, понятно. Ну, умрем, это понятно. Я тебе умру, мне так страшно, как для женщины, особенно красивой. Я пыталась слышать, ты помнишь, какая она была красивая. А понимаешь, а вот поэтому и нужно быть внутренне наполненным человеком, не только женщинам, а мужчинам тоже. Но ты не боишься стать некрасивым другом? Не боюсь. Ты посмотри, как красиво, да, вот старела там Грейская или Катрин Денек, посмотри, красавица, да, там Софи Лорен, понятно, там Моника Белуччи. Да много красивых женщин, та же самая Быстрицкая, царство небесное. Быстрицкая, это... Невероятная красота. Невероятная красота. Еще раз, поэтому лишний раз вот, да, вот... И дело совсем не в морщинках. Абсолютно не в морщинках. Иногда красиво надо стареть, да, и когда человек внутренний, добрый, наполненный, нету вот этих маски злости, зависти, ненависти. У меня бабушка, да, вот она... Да, у нее было мало, кстати, морщинок, это, наверное, у нас наследство, генетику, мамы тоже, вот, вообще практически нет, она ничего не колет, там ходит, обычная процедура все делает, прекрасное лицо. И знаешь, даже вот потом у нее лучики стали появляться, все равно вот доброта вот от нее, знаешь, искрилась, случилась. Я считаю, что... В женщине самая главная красота, это добродетель. Конечно, добродетель. Вот тот огонь, который внутри нас. И все поступки, которые на протяжении... Мужчина придет согреться к этой женщине, душой отогреться. Скажи, пожалуйста, а ты что, совсем хочешь сказать косметологам, не хочешь? Ну вот весь интернет пестрит, я читала, что ты пластические операции делала. Пестрит, что только не делала. Ты делала пластические операции? Я делала только грудь. И то делала, когда уже родила ребенка, потому что... А фотографии вот до-после, там, конечно, очень отличаются. Я так объективно посмотрела. Нет, там не сильно отличается, если учитывать, что... Ну, если уж траку, что... Если учитывать, что может быть разный макияж, и может... Даже не то, что может, а мы знаем точно, что делали... Потому что там явно не мой нос. Никогда такого носа не было. То есть специально пластические вот эти, как его сайты вот этих, да, которые делают рекламу, вот они специально берут и фотошопят. А у меня никогда не было там какого-то... Даже вот, ну, не знаю, если у тебя было бы в интернете, я показала такого носа, таких губ сроду не было. Понятно. Ну, есть такая подстава. Подстава, ну, с чего? Ничего не колешь, ничего не делаешь, а ты вся натуральная, да? Или все-таки что-то делаешь? Я пробовала вот эту вот биоревитализацию, но опять же за того, что появляются... Папулки или что? Папулки, синячки даже могут появляться. Но они же пройдут. Вот. Ну, знаешь, у меня кожа такая, до меня дотронешься, и будет синяк. У меня лучше не надо трогать. Не трогайте. Значит, будет один синяк сплошно. Понятно. Вот. В общем, такая не очень приятная процедура. Мне больше нравится японская процедура, там, таким, как воздухом по лицу что-то там делают, какие-то сыворотки. И мне, кстати, очень освежает, мне очень понравилось. В общем, ты бык, я бык, только ты 85-го, а я 73-й. Вот такая вот история. Слушай, Аленка... Ты, кстати, великолепно выглядишь. Спасибо большое. И я так кайфую от своего возраста, честно. Тоже можно дать, что 85-го. Тоже надо, что ты мухлюешь там с возрастом. Ой, мухлюю. Причем хожу к косметологам, говорю честно. Слушай, Аленка, а я вот знаю, что у тебя есть своя программа. Что ты вдруг решилась? Слушай, а кто тебе сказал, что я к косметологу не хожу? Я тоже хожу. Я хожу на ультразвук, на чистки хожу. Ну, да это фигня, там, это все ходят с подросткового возраста. А потом мне, если честно, даже некогда ходить. Я вот люблю, когда они ко мне домой приезжают, там, какие-нибудь чисточки мне поделают. И у меня, кстати, я вообще, конечно, в этом плане молодец, наверное, себя похвалю. Да, похвалю. Потому что я увлекалась в свое время косметологией. Ага. Вот. И все о косметологии абсолютно, конечно же, знаю. У меня была своя клиника, косметологическая, бажена, эстетическая. Вот. Но после того, как мы там с моей партнершей немножко не заладилось, я решила эту клинику, свою долю просто продать. Все. Вот. Поэтому у меня целый арсенал профессиональных масок, косметики. Вот. С одной косметикой постоянно сотрудничаю. Эджи. Вот. Очень хотят, чтобы я постоянно не плюсь. Ну, ничего, кардинально ты все равно не делаешь. Ты же говоришь. Да, ну, маски, маски, очищение, пилинги. Все это, конечно, не делаю. Все это всем надо делать. Это не зависимо от возраста. Ну, у меня кожа, наверное, уже блестит. У меня просто кожа такая жирненькая. Ты просто блестящая женщина. Блестящая. У меня тоже кожа жирная. Ну, жирненькая кожа большой. Плюс имеет то, что морщинки. Да, мы будем долго молодыми. С временем дождитесь, правильно? Ну, Кита, у меня какой-то волосок здесь. Ну, волосок, убери волосок. Про программу свою расскажи. Программу. Да, а что рассказать? А зачем ты ее решила сделать? Что, у нас программ мало? Достаточно он приличных тезисов. Ты поняла. Ну, знаешь, а это вот по заявкам телезрителей. А, то есть было такое прям пожелание, да? Конечно, были заявки, да, потому что я посмотрела, какие, во-первых, программы больше всего пользуются спросом. Потом начали они мне писать, Алена, давайте ведите свою программу. И как называют? И я захотела себя в новой ипостаси, так скажем, попробовать. Потому что я и продюсер, я и сценарист. Тоже свою команду там набрала. Вот. И вот мне нравится. Причем название такое необычное. Инсайт из сказки с Аленушкой Кравит. Сказочки с Аленушкой Кравит. Да, но ты сама как принцесса из сказки. А Инсайт, ну, все-таки... Как Мария Искусница. В психологии ты психолог, от этого никуда не деться. Вот. И там именно вот всякими... И что за инсайт происходит на твоей программе? Какое понимание, откровение? Ну, начала я снимать, так скажем, со своими дамами. Интервью брала с бизнес-элитой. То есть дама, которая в бизнесе. Сейчас тоже с одной очень известной персоной сняла. Вот. Не про Виталина, а про другую, которая действительно в бизнесе очень много лет. И прямо реальная такая. Дама-олигарх. Конкретно. Вот. Я считаю, что на самом деле этим нужно делиться с людьми. То есть как люди вообще, с чего они начинали. Вот. Я считаю, что это очень многим поможет, на самом деле. Может быть, раскрыть какие-то свои ресурсы. Ну, замечательно, что ты делаешь, что ты такая активная. Я очень активная. Да, ты молодец, не останавливайся. Ты по времени сколько вот спишь, скажи. Сколько тебе на сон хватает? Вот честно только. Ой, мне часа четыре. Четыре-пять. Ну, это у меня то же самое. Это, наверное, может быть, бычки такие активные. Что-то спать. Кстати, в 19 лет я дольше спала. А сейчас хочется все успеть. Прямо не знаю. Ладно, не полись. Не сказали, что в 85-е. Чего ты начинаешь? Это у меня старость. У тебя молодость. Молодость. Старая. Ладно, перестань. Про себя так нельзя говорить. Мы всегда молодые, юные, задорные, энергичные. Да, мне нравится это слово «мы». Да, мужчины, они любят молодых, задорных. Аленушка, красавица, лебедушка моя. Мне так хочется тебя так называть. Я хочу подарить тебе от нашего партнера этот очаровательный нежный букет. Компания «Де Флёр». Спасибо большое. Спасибо, дорогая. Спасибо, что ты нашла время. В своем плотном графике приехала. Обещала мне кучу подарков. Лично я счастлива. А когда апрель счастлива, счастлив и зритель. Спасибо, дорогая. Прекрасное было интервью. Очень интересное. Горячая, вот, как и сама у нас ведущая. Жду тебя на мое провокационное интервью. На «Инсайт» с Аленушкой Кравицей. С удовольствием. А с вами была ваш психолог Светлана Прель. И психолог, продюсер, актриса. Певица, актриса. Спасибо за помощь. Мне еще сказали «шоуменша». Шоуменша. 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 Алена Кравиц. Ой, пока-пока. Шоуменша.